А давайте начнем? Время, в принципе... Ну что ж, и все пришли, значит? Время у нас было назначено по второму... О, просто... Отлично, наверное. Наверное. Да, лазерное. Давайте начнем. У нас встреча сегодня посвящена озеру Безгляновскому. Я думаю, что большинство или все из присутствующих на озере Безгляновском были, да? Ну, большинство... Девочки, вы садитесь поближе, пожалуйста. Садитесь ближе. Потому что я кричать не буду. Садитесь ближе. Это бессмысленно там сидеть, я сразу говорю. Ну, встреча наша посвящена древней истории Безгляновскому озеру. Зовут меня Четвертаков Евгений. Я работаю археологом уже несколько лет. И по совместительству я работаю в Дальне-Константиновском районном музее. Но в Безгляновском озере мы проводим археологические разведки и работы уже, наверное, четвертый год. И делаем это мы совместно с Краснобаковским районным музеем. И в том числе... Вот, Дмитрий Валерьевич, если что-то будет комментировать, тогда комментируй микрофон. Сегодня мы расскажем, в общем-то, о тех местах, которые вы прекрасно знаете в плане древней истории, в плане того, какие люди впервые населяли Безгляновское озеро. Потратим на это, я думаю, 20 и разойдемся. Ну, что такое Безгляновское озеро? Безгляновское озеро находится на территории Нижегородской области, на ее северо-восточной части. И является непосредственно озером, которым принадлежит водной системе достаточно большого притока реки Волни. Река, которая получила название Витлук. Я сразу скажу, если какие-то вопросы ко мне возникают, то на самом деле легче их поднять руку или с места задать, потому что вопросы довольно интереснее отвечать, чем рассказывать самому. Поэтому, если вопросы у вас возникают, то поднимайте руку. И, в общем-то, я на них постараюсь ответить. Ну, озеро Безгляновское, в первую очередь, по характеру является истаричным. Что это значит? Ну, озер в Нижегородской области достаточно много. Пускай не все они крупные. Кстати, часть озер имеет искусственный характер. Но большинство озер, безусловно, естественного происхождения. Среди этих озер выделяются озера, которые произошли разными путями. Ну, в первую очередь, это карстовые озер, которые образованы на месте карстовых провалов. Во вторую очередь, это озера ледникового происхождения, которые образовались после таяния ледника. И третье, это озера, которые образовались в местах старых русл больших рек. Так называемые старичные озера, которые остались на пути старого течения той или иной реки. Вот без глядовского озера существует, в принципе, на месте довольно старого русла реки Ветлуги, левого его русла. Которое, скорее всего, протекало там, как раз в ту эпоху, которую мы изучаем. То есть, в эпоху неолита и энеолита. Соответственно. Питается она протоками, поэтому водосток в ней достаточно постоянный. Она довольно полноводная. Процессы обмеления, в принципе, там не наблюдается. Благо, там выкупаетесь. Это возможно. Значит, озер живет. Давайте дальше. Дальше. Кадр. Ага. Ну, надо сказать, что территория, где находится в том числе и ваш скаутский лагерь, она в географическом плане тоже достаточно интересна. Потому что, несмотря на то, что это левобережье реки Ветлуги, а мы все знаем, что правый берег реки Ветлуги, конечно, намного выше, чем левый. То есть, все мы его приезжали. И если правый берег довольно сильно возвышается над руслом этой реки, то левый берег, безусловно, низкий. Хотя низкий в каком отношении? Та же самая скаутская поляна, она находится довольно высоко над руслом Ветлуги и безглядовского озера. Ну, на высоте 8 метров точно. Насколько так мне позволяет память, может быть, даже 10 метров. На самом деле, достаточно высоко. Такая гора или вершина, она сложена только из песков. Это так называемое алюмиальное наслоение песка. И такой ленточкой зеленой – это достаточно возвышенная плата. Если на теологической карте посмотреть, то вот этот берег вдоль реки Ветлуги такой ленточкой, соответственно, тянется. Приподнятые, достаточно высокие, приподнятые песочные дюны. И вот наш разговор пойдет об этом месте. Цифра 1. Дальше. Следующий кадр. Вот, собственно говоря, вид на безглядовский озеро. И то, о чем мы будем говорить, это стоянки древней эпохи. Дальше. Стоянки древней эпохи. В основном это время неолита и энеолита. Ну, я думаю, в уроках истории мы касаемся вообще эпохи каменного века. На самом деле, эпоха каменного века, она достаточно сложная в изучении. И мы изучаем в данном случае самый поздний этап каменного века. Это эпоха неолита и неолита. То есть, фактически, мы говорим о достаточно конкретной периоде истории, которую можно цифрами обозначить как четвертое, третье тысячелетие до нашей эры. Вот давайте эти цифры запомним, чтобы потом я не повторялся, не возвращался к нему. Ну, чем, собственно, какие ассоциации у нас происходят, когда мы слышим слово «каменный век»? Ну, просто с места. Чем это характерно? Ну, в первую очередь, да. То есть, если мы говорим о таком обычном подходе к эпохе каменного века, то есть к эпохе палеолита, то есть древнего камня, это эпоха, которая характеризуется в первую очередь наличием каменных орудий. Эпоха неолита – это поздний каменный век, для которого также характерно наличие каменной, в частности, кремниевой индустрии. И вот, Дмитрий Валерьевич, давай тогда начнем. Показать планшет. А, я говорю, может передать ребятам планшет? Да, можно передать, да. И вот, собственно говоря, на этом планшете мы видим довольно… нет, это оставь пока так вот просто… Да, довольно примечательные образцы как раз эпохи неолита. Они характеризуют вот это каменное кремниевое производство, в первую очередь своим разнообразием, а каменная индустрия в эпоху неолита, безусловно, достигает своего, собственно говоря, самого глубокого развития, в первую очередь тем, что появляется множество видов каменных орудий. Ну, основные виды каменных орудий – это скребки, проколки, стрелы, ножевидные пластины, всякого рода орудия на осколках и орудия на пластины. Надо сказать, что в Нижегородской области в основном концентрация памятников неолита, она происходит в районе Волгогского Междуречья. Ну, так, если вам это образно сказать, то это район, в первую очередь, города Навашино, это район, в первую очередь, такого города, как Володарск. Ну, если там кто-то бывал, Дзержинский район, Навашинский район. Вот это, собственно говоря, та территория, которая в научном плане у нас считается некой, ну, такой некой для изучения неолита, в силу того, что памятников там много, концентрация высокая и кремлевая индустрия там очень разнообразная. Что касается Безгляновского озера, то долгое время Безгляновского озера находилось на периферии научного учения. Если так подробно не надо рассказывать, вы мне скажите. Если вам интересно, я продолжу также подробно рассказывать. Как лучше? Подробно. Давайте подробно тогда. Надо сказать, что Безгляновский озер долгое время находился на периферии научного изучения, в том числе археологического. И, наверное, первый вопрос к человеку, который поставил первый вопрос о наличии памятников древней эпохи на берегах Безгляновского озера, был Дмитрий Валерьевич Корабельников, который в один из приездов в ваш, собственно, скаловский лагерь нашел недалеко от скаловского лагеря. Об этом месте мы тоже расскажем. Первые находки. Ну, вот на этой фотографии, собственно говоря, Дмитрий Валерьевич показывает венчик керамического сосуда. Здесь, может быть, не столь показательна эта фотография, потому что, к сожалению, венчик этого сосуда относится к эпохе XIX века, а не эпохе Меолита. Но, в принципе, исследователь был рад береге такой. Следующий кадр. Что, в первую очередь, стал он находить? В первую очередь исследователь находит подъемный материал. Дело в том, что вокруг скаловского лагеря все-таки достаточно много песочных дюн, особенно в районе лэб высоковольвный, который там, собственно говоря, проходит. И вот под этой лэбкой на огоненных песочных дюнах можно заприметить признаки подъемного материала. Давайте следующий кадр будем показательный. Который дождем из этого песка, собственно говоря, вымывается. Ну, вот такие вот фрагменты керамических сосудов, в первую очередь. Там стали находиться. Давайте дальше кадр. И сосуды более позднего времени. Но тоже говорящие о том, что место это было в районе лэбки, в принципе, уже под человеком с древней эпохи и вплоть до 19 века. Дальше. Надо сказать, что все-таки самый интересный материал, который был найден, в том числе и вами, на стоянке под этой лэб. А все понимают, да, где лэб проходит? Вот, под этой лэб в первую очередь, конечно, это материал, который связан с эпохой неолита и энеолитом. На этой картинке мы видим то представление, которое о людях каменного века. Мы все с вами, в общем-то, разделяем. Это в первую очередь охотники и рыболовы, которые овладели уже в первую очередь достаточно сложными орудиями охоты. Орудий труда здесь, собственно, нет. Это такого рода копья всяческие. В первую очередь, безусловно, дротики. И то, что стало таким сильным прорывом вообще для человеческой культуры, это, безусловно, лук и стрелы. Лук и стрелы, которые стали самым главным подспорьем человека в охоте на быстрых и не очень больших влекопитающих. Стрелы мы тоже посмотрим. Они, в принципе, были найдены и на стоянках в Питерске. Ну, и, конечно, здесь вот на заднем фоне вечно то же самое, что похоже на Безглядовское озеро. И рядом с ними идет уже одомашненная собака. Ну, почему-то очень похожая на волка. Хотя, конечно, это были собаки. Ну, по одежде, опять же, здесь сложно судить, во что они были одеты. Но одежда, конечно, у них была намного более лучше, особенно обувь. И намного более прогрессивные для охоты и так далее. Дальше. Ну, не будем мы к этому сильных претензий. Эта реконструкция тем более достаточно много. Их можно в интернете посмотреть. Вот, остановимся на той керамике, которая была найдена на лэпке. Вот тоже пустим, сейчас передам. Такие фрагменты. Можно ее пощупать. Даже сломать на мелкие кусочки. Чем удивительна эта керамика? Ну, по большому счету, если вот так вот приглядеться, она особо ничем не удивительна. Кроме того, что на ее поверхности нанесен орнамент необычный для наших культурных таких годов современных. Но в первую очередь видно, что это керамика лепная. А лепная керамика, она изготовлялась особым способом. Вот на картинке один из таких способов изображен. Это ленточный способ. Хотя, конечно, ленточный способ – это не единственный способ изготовления лепной керамики. Но в данном случае, грубо говоря, можно сказать, что вот эти фрагменты, в том числе, которые вы держите в руках, и те, которые были обнаружены под лепкой, они были каким-то таким способом тоже слеплены. То есть, бралась глина. Ну, надеюсь, не надо объяснять, что такое глине, да? Она скатывалась в такие червячки. И червячки уже накладывались друг на друга. И здесь, в общем-то, как мастер, потом они выпрямлялись и заглаживались с внешней и с внутренней стороны. Соответственно, потом уже на готовые такие сосуды наносились разнообразные от нами. Давайте дальше. Ну, опять же скажу, что для эпохи неолита характерно то, что пирамика вообще появляется в человеческой культуре. Ну, а в четвертом, третьем тысячелетии она уже, собственно говоря, в обиход человеческой культуры вошла очень прочно. И вообще, основной археологический материал, который мы на берегах без ряда сквозным находим, это, безусловно, материал керамический. Ну, конечно, у человека были и орудия труда. Ну, в первую очередь, это такое орудие, как топор. Вот, ну, такой экземпляр тоже можно показать. Это довольно красивый топорик, который Дмитрий Валерьевич сейчас может по видам пустить. Да, собственно говоря, то же самое, что на картинке. Таким же способом он прикреплялся к деревянной рукоятке, и потом был достаточно эффективным орудием туда для обработки, в первую очередь, дерева. Ну, надо сказать, что на берегах Безглядовского озера мы особо таких красивых топоров не нашли. Ну, вот, например, одна из таких попыток тоже сделать некое рубило или копалку, которую, видимо, прикрепляли тоже к палке, вот тоже на берегах Дмитриевского найдено. Ну, топором это сложно, хотя, в принципе, по форме, по лезвию он на попытку сделать топор тоже попал. Давайте дальше. Ну, дальше это мы рассказали, дальше. Ну, вот, первая стоянка, которая, собственно говоря, была обнаружена, это была стоянка под высоковольтной лепкой. Ну, все мы это место знаем, да? Да. Вот это первая стоянка. Она достаточно большая. Дальше следующий контроль. Я хочу оговориться то, что заслуга, вот, то есть, поиск первой стоянки, это не только моя, а вот еще патруль куницы, вот двое человек здесь. Еноты, извиняюсь, да, куницы, это мой патруль. И патруль, помню, акулы, по-моему, из Ярославля, да? Патруль акулы. Вот, то есть, мы вместе с нашей. Надо сказать, что судьба стоянки – это достаточно сложная, потому что находится она под высоковольтной лепкой, что затрудняет ее исследования, и, конечно, она сильно разрушилась за период прокладки этой лепки. Давайте дальше. Дальше. Но самое примечательное, что на этой стоянке сохранились котлованы от живых построек, в которых, собственно говоря, жители этого поселения первого, собственно говоря, проживали. Вот, если присмотреться, то эта котловина, она достаточно видна, и кто, в принципе, мимо по тропке ходил, он может вспомнить. Это, если проходить лепку дальше, то, когда даже не углубляешься, заходишь на опушку леса, слева вы увидите три, в принципе, довольно заметных котловины. На краю, в третий из которых, там сделано кострище. Да. Давайте следующую фотографию. Следующую фотографию. Вот это с другого ракурса. Здесь менее заметно. Ну, в принципе, ямы эти, кто уже мать не смотрел, их можно заметить. Что это за ямы? Дальше. Дальше. Надо сказать, что ямы эти легко узнаваемы, для тех, кто более-менее эпоху пользования неолита и неолита изучает. Это котловины, которые остались от больших жилых построек, в которых, собственно говоря, насельники вот этих стоянок и проживали. Постройки эти были достаточно большие. Они были углублены в песок, и углублены достаточно глубоко, на глубину около полутора метров. И, в первую очередь, связана эта традиция была с тем, что для климатических условий пришли... для климатических условий пришли достаточно сильные, видимо, холода, которые можно было пережить. Которые пережить в наземных постройках было уже достаточно сложно, в силу того, что и конструкции не позволяли утеплить их достаточно сильно, и потом проблемы. Если вы посмотрели, вы можете просто пласть на столы. Пласть просто на стол, да. Потом посмотрите. Потом посмотрите, куда идете. И, конечно, проблема с обогревом возникла в этих помещениях, в силу того, что ни печек, особенно сильных в эту эпоху, да и не то что сильных, вообще никаких не было, и труб, соответственно, никаких не было. Эти помещения можно было обогревать только открытыми и полуоткрытыми очагами, и, конечно, можно было это делать только в помещениях уже углубленных, непосредственно в песок, потому что сам песок, он более-менее оставляет этот контур без сквозняков, и, соответственно, обогревать можно было уже их более эффективно. Вот на этих фотографиях, в принципе, показаны довольно успешные реконструкции таких жилищ, которые были в эпоху позднего неолита. Можно дальше? Вот это реконструкция, наиболее удача, которая сделана была в Финляндии. Ну, фактически, культурные племена там были те же самые, что и у нас на Безглядовском. Это даст... Ты хочешь сказать? Ну, скажешь, что Балстук. Ну, да, да, да. Надо сказать, что в первую очередь эти жилища характерны для так называемых волосовских племен. Волосовские племена — это очень большая культурная общность, которая заселила большие территории от Среднего Баболжья до Прибалтики и частично Карельского, Лоострова и Финляндии. В том числе и Безглядовского. Ну, в том числе, те котлованы, которые мы с вами видим на фотографии, безусловно, оставлены были на месте вот таких же жилищных построек. Иногда этих жилищных построек стоящих в порядке было несколько. Между ними были организованы закрытые переходы и, соответственно, или назначение каждого из этого жилища было свое имя. Просто здесь жило несколько семей. Ну, вообще, в одном таком жилище могло проживать до 30 человек при большом желании. Это достаточно большая семейно-родовая община. Ну, по конструктивным здесь элементам, что можно сказать? Ну, во-первых, безусловно, в основе лежит столбовая конструкция, врытая в песок достаточно глубоко, на которой, в общем-то, положена поперечная балка и формируется двухскатная крыша, которая утепляется разного рода материалами, которые дает природа. Ну, это может быть камыш, это может быть мох, это может быть высушенная трава и так далее и тому подобное. Давайте следующее. Вот такая еще реконструкция. В принципе, на берегах Безелянского озера, скорее всего, что-то подобное и стояло. Дальше. Вот это художественная реконструкция, которая была сделана уже в рамках вот этого ландшафта, о котором мы рассказываем. Собственно говоря, рядом с тропой, которая выходит от лэпки и внедряется уже в массив леса. Соответственно, здесь на месте этих построек остались котлованы, которые мы показывали. Ну и где сейчас находится кострище, мы, собственно говоря, это кострище и нарисовали. Дальше. Надо сказать, что на берегах Безелянского озера это не единственные были жилища, оставленные человеком. На самом деле, таких котлованов жилищных, оставленных человеком на берегах Безелянского озера, насчитывается достаточно много. Потому что, на самом деле, и поселений было несколько, и жили люди в разных местах относительно лархматализации Безелянского озера, его проток и самого русского ветруги. И, соответственно, жили они в разное время. Вот одна из таких котловин, тоже, в принципе, видимых, где стоит Дмитрий Валерьевич, находится тоже в лесу на берегу Безелянского озера. Очень большая, самая большая. Очень большая. Дальше. Надо сказать, что исследовать стоянки эпохи Геомита, с одной стороны, их достаточно легко, с другой стороны, достаточно сложно. Если мы представим себе поселение под Лепкой, то, что мы рассказывали, то, на самом деле, поселение представляет собой в данный момент, ну, не только те котловины, которые остались от жилищного строительства этого полуземляночного, от которого остались крупные котловины. Но, на самом деле, на территории поселения осталось множество ям, после оставления человека, которые были, они засыпаны просто песком. Ну, в данном случае, археологический шум фиксирует разрез такой ямы, которая заглублена была в песок. Ну, в первую очередь, ямы это фиксирует, да, глубина ее, получается, около метра, это ее только часть, и, на самом деле, ее заполнение легко укладывается вот таким гестроцветом, насыщенным углем, в силу того, что туда были в результате оставления или пожара сброшенные деревянные конструкции какой-то наземной, да, какой-то наземной домика или служения. Дальше. Вот еще одна такая ямка, которая сделана в археологическом шурфе, она уже выбрана, эта яма, это шурф, и, соответственно, в нем выбрана тоже достаточно глубокая яма, которая осталась от полуназемной постройки. Там можно прочитать и углубление, и своеобразную ступеньку, и то, что оставил человек на этой ступеньке, отдельные камешочки, отдельные находки. Да, то есть, на самом деле, стоянка представляет, хотя и множество сокрытых от наших глаз следов поживания человека. То есть, понятное дело, что там было не одно жилище, стоявшее у берега, там было множество хозяйственных построек и построек наземных, в которых в том числе они жили в теплое время года. Множество хозяйственных построек, множество построек, связанных с приготовлением пищи, кострич и так далее. Давайте дальше. То же самое, в общем, то, что сейчас вы когда приезжаете на месяц, на эту стоянку, на две недели, то же самое, например, вы строите какие-то, вот у них это обязательно все существовало, в том числе место, где они принимали пищу, место, где они солили рыбу, мялили, вернее, в то время рыбу, какой-то был обмен солью и так далее, каменной ароматой. Ну да, если мы сейчас подробно будем об этом, все это мы скажем, потому что кое-какие данные у нас появились, и данные говорят о том, что даже и не только рыбу они там гялили, но и другие виды животных. Надо сказать чуть-чуть о работе, как мы это все фиксируем. Ну, правильно сказано, что в первую очередь основной метод фиксации это выкапывание шурфа. Шурф это такой квадрат, заглубленный в песок, который копается ровно по своим стенкам и по своим пластам, что позволяет так постепенно углубляться в песок. И по мере этого углубления на поверхности выкапывания песка появляются следы проживания человека в виде фрагментов керамики, в виде кусков кремниевого и каменного материала. Иногда попадаются орудия. Соответственно, это все оставляется после зачистки для фиксации, и примерно место нахождения уже делается на план. Дальше. Надо сказать, что поиск самого материала достаточно сложен, и в первую очередь мы используем для полного отбора материала сито, в котором практически весь кусок шурфа просеивается. И носить уже остается зачастую фрагменты керамики, это основное то, что находится на этих стоянках. Это осколки кремния, отщепки кремния, и опять же, очень редко это орудие. Дальше. Что было найдено непосредственно под лэпкой? Непосредственно под лэпкой в плане орудий были найдены достаточно многочисленные, но интересные экземпляры. Это в первую очередь два наконечника стрел. О чем мы говорили? Сравдь, сравдь, сравдь. Один наконечник. Второй наконечник. Ну, не знаю, объяснять или нет, надо сказать, что стрела представляет из собой составное орудие, баллистическое, которое состоит из наконечника, в данном случае кремния, из древка, которое делалось из дерева, и оперения. Ну, это понятно, да? Что к чему крепилось, здесь объяснять не надо. Еще интересно, это орудие в виде такого условного скрипка было обнаружено. Но мы, к сожалению, сейчас не можем это показать вам в руках, потому что это в Ждановках, в Баковский музей районный. И самое интересное, это был обнаружен фрагмент одного из первых для Нижегородской области орудий, сделанных из металла. В данном случае это был кончик, видимо, обломанного шила. Чистая медь, чистая медь. Ну, это сложно сказать, пока не произойдет анализ, но если специалист говорит, что это чистая медь. На самом деле, вот на этом моменте надо остановиться, потому что эпоха инеолита, которая следует за эпохой инеолита, а эпоха инеолита — это третья, первая, четверть второго тысячелетия до нашей эры, это своего рода такая революция, которая на наших землях растянулась на тысячу лет, и связана она с появлением металла. Дело в том, что освоение металла — это достаточно сложная для наших мест вещь, и первый металл, который человек стал осваивать, отлить, обрабатывать — это был металл, который принято называть медью. Вот этот фрагмент шила — это одно из первых свидетельств именно метлургии цветового металла, который, скорее всего, относится к рубежу третьего, второго тысячелетия до нашей эры для наших мест. Находка — это редкая, но в данном случае она не особо научно подтверждена, но, в принципе, на первый взгляд, мы подумали, что это действительно первое шило, которое использовал человек на берегах. Не только без глядоского озера, но и в Нижегородской области для, в первую очередь, изготовления верхней одежды. Из Нижегородской области было найдено, то есть одно шило найдено уже в Павловском районе, и вот, на первом взглядом, второе. Да, но это проблема сложная научная, тут много об этом можно говорить. Вот эта находка удивительная, хотя в нашем плане, конечно, она немножко еще не подтверждена, потому что в ней этим заниматься, в первую очередь. Давайте дальше. И интересное тоже орудие, которое было найдено после этих работ уже на следующий год, или через, наверное, уже не помню. Это тоже интересный скребок, который в своей форме напоминает классическую такую ложку. То есть это классический кремниевый скребок-ложкарь, который действовал по такому же типу загребания. И в первую очередь, ну, как вот так вот скопление, как ложка, иногда скоплите вы в что-нибудь, тарелку, например. Также вот этим скребком-ложкарем они скоплили не тарелку, а шкуру. То есть понятно, что шкура была в первую очередь главным сырьем для их одежды, особенно в условиях похолодания, для чего они изготовляли и такие же вещи, достаточно сложные. А чтобы носить шкуру, ее не просто надо убить, обездвижить и снять с мертвого животного. В первую очередь, конечно, ее надо обработать. Обработка – это самый главный этап. И для обработки они использовали множество скребков различной формы, различного назначения. В том числе и вот такой скребок-ложкарь, которым удобно было выгребать ненужную ткань с обратной стороны шкуры. Давайте дальше. А, ты скажешь. Ну, тут классический пример, если там дают иногда скребок, просто поскрести собственную кожу. Ой, ладонь. На самом деле, это множество сейчас есть даже в ВКонтакте, в Ютубе этих мастер-классов. И кому интересно, изготовление и производство кремниевых, в первую очередь, орудий, мастер-классов выложено достаточно много. Поэтому, в основном, тем более, у нас этих орудий, крым-планшета, особо с тобой нет. Дальше. Что касается керамики. Керамика на берегах Безгазского озера тоже достаточно интересная. В принципе, вот этот орнамент вы видели. На самом деле, она отличается, в первую очередь, разнообразием своего орнамента, что, в первую очередь, характерно для волосовской культуры. Но, в первую очередь, это отпечатки так называемой гребенки. Отпечатки гребенки, они сделаны, скорее всего, косточкой по форме, которая также напоминала небольшую гребенку, специально вырезанную. Гребеночку, которая прикладывалась, как штампик, и получались отпечатки. Или иногда использовали колесико в виде таких шестерни с выступающими такими зубцами. Ее просто насаживали на палочку и прокатывали по сырому тесту глиняного сосуда перед обжигом. И получался такой гребенчатый штамп. Но, на самом деле, гребенчатый штамп, это вот очень характерная для волосовской керамики вещь. Дальше. Дальше. Ага. Но, другая керамика, которая отличается достаточно сильно, это керамика, которая принадлежит населению, которое проживало на Безглянском озере перед волосовским населением. Это население ямочно-гребенчатой керамики или гребенчатой ямочной, в данном случае, керамики. Это население, которое пришло на Ветлугу, скорее всего, с Волго-Окского региона. Так считается. Хотя это, на самом деле, не доказано. Скорее всего, это население, которое пришло с Волго-Окского региона, в первую очередь, с Балахнинского района, с района Междуречия, Аки и Волги, которое принесло на Ветлугу вот такую в четвертом тысячелетии, характерную для этой культуры ямочно-гребенчатую традицию. Ну, соответственно, здесь все видно. Это знакомая нам гребенка в сочетании с ямочными отпечатками. Это очень характерная керамика для всей центральной русской равнины в это время. Дальше. Ну, и вот сравнение, собственно говоря. Правый элемент – это наш безглядовский фрагмент. Слева – это элемент с Балахнинского района. Ну, вот тот – это наш, а другой – это Балахна. То, что найдет Балахнинский район, и мы видим, что, в принципе, они по семантике анаметра довольно похожи. Действительно, можно поверить в то, что люди, которые пришли в четвертом тысячелетии жить на безглядовском озере, как мы с вами тоже приехали, скорее всего, с Запада, также на электричке от Московского вокзала. Дальше. Ага. Ну, то, что вот найдено было в лесу, надо сказать, что интересно. У меня ускоряться или нет? Нормально рассказываю? Все, тогда давайте подробнее. Давайте послушаем это, потому что монетанты часто к вам приходят. Так нет, они слушают вроде. Хорошо. Я просто с вами слышу. Вот. На самом деле, то, что найдено было в лесу в этом году, мы в этом году изучали места немножко подальше от высоковольтной лэпки, места, которые находятся дальше, если идти по тропке, мимо вот этой пирамиды странной, картонной, и дальше, 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 чуть-чуть не доходя метлуги, мы в лесу тоже нашли такую стоянку и раскопали там другого рода конструкцию, которая, скорее всего, была наземной. В силу того, что у ней был несущий один стол, который выходил из этой глубокой ямки, нависая на остальной конструкции, соответственно, по бокам были подборные сталки, скорее всего, и внутри этой конструкции было несколько очагов. Вот если представить такую, да, козазиамру, вот это вот все очаги выбраны уже. То есть в этих ямках находились развалы мелких кальцинированных костей и, соответственно, уголей. Дальше. А вот такие фрагменты костей были найдены в этих ямках, их достаточно много. На самом деле анализ этих костей достаточно сложен, в силу того, что они очень мелкие. Но они, в первом, то, что удалось проанализировать, это то, что в этих очагах человек в 4-м, 3-м тысячелетии, в первую очередь готовил, дробил и варил кости копытных животных. Это в первую очередь лошадь, ну и, скорее всего, можем догадаться, что это был лось. Вот это основные животные, на которых он, видимо, охотился в этом лесу. То есть особо мелких животных здесь найдено не было. То есть дробленные кости именно крупных копытных достаточно. Лошадка там угадывается, может быть лось. Но еще интересно, что кроме костей и крупных копытных, там были найдены кости человека, а именно кости пальца его нижних конечностей. Ну как к этому относиться, решать, наверное, каждому. Можно это связать с каким-то несчастным случаем, можно связать с ритуальной традицией, или просто с бытовым, собственно говоря, рационом человека, который проживал на безглядном. Да, но есть факт, что, в принципе, пальчик нижней ноги тоже был обнаружен в этих кострищах. Дальше. Вот эта реконструкция. Ну, как мне кажется, довольно все-таки удачная. В силу того, что здесь изображен и... Ну, это вот, собственно говоря, проток из Глядовского озера, где мы копали. Не знаю, доходили вы туда, не доходили. Вряд ли, наверное, пешком сюда. Это, собственно говоря, несущий столб из этой, подпорные столбы. И, соответственно, вот эти ямки, которые были изучены непосредственно под этим долесом. Только у нас здесь изображены мелкие животные, но будем считать, что это куски лошадки. Вот. Дальше. Ну, и мы подходим так к финишной прямой. Дело в том, что Дмитрий Валерьевич, он всегда грезил найти памятник непосредственно на Скалодской поляне. Но надо сказать, что Скалодская поляна... Это место действительно довольно знаковое для Скалодского движения. Оно представляет из себя ровную площадку, лишенных деревьев. Довольно хорошо вытоптанную, но изрытую, конечно, за это время советскими и постсоветскими ямами, очагами, обстановительными. То есть место достаточно сложное для поиска. Нас интересует вот этот уголок, который фиксируется у спуска к воде. Дальше. Дальше, дальше. Нет предыдущего. Надо сказать, что сам спуск к воде, он довольно нетривиальный, потому что, ну, можно предположить, что это спуск, который существовал здесь с эпохи неолита. Ну, предположение это достаточно, действительно, имеет место быть, потому что, как мы понимаем, на Безгренском озере человек жил долго и достаточно кушен в четвертом, третьем тысячелетии. И, конечно, такой спуск, он мог не протоптать на такую глубину, но хотя бы наметить, действительно, с этой поляны. Поэтому сам спуск, он может быть достаточно древним дальше. И, надо сказать, шум показал, что, действительно, под верхним песком находятся те наполставания, которые можно связать, да, Матвариевич показывает, которые, действительно, можно было связать с небольшой стоянкой эпохи неолита, которая находилась вот в этом углу Скалуского поляна. Дело в том, что саму Скалуского поляну изучать сложно в силу того, что она хорошо затоптана поздним материалом. В том числе, ваня. Да. А вот этот уголок показывает, что такие наполставания могут иметь место. Дальше. Вот этот шум, который был сделан, в нем, в первую очередь, была обнаружена бетонная труба, которая тоже является делом рук скаутов, видимо, совершенно безумных. Как нам написали. Ну да. Потому что этот трубопровод служил для поддува кострища. Ну, видимо, центрального. Но ничего не получилось. Но ничего не получилось, и они, собственно говоря, этот трубопровод так и оставили закопленным. Но под этим трубопроводом, особенно в том углу, этот трубопровод пришлось разобрать, вот угол, угол, где разобрант трубопровод. Да, да, да. Находилась ямка, которая относится тоже к эпохе неолита. То есть труба прошла повыше ее, собственно говоря, немножко задев ее, в верхний край. А под трубой находятся те же самые ямы эпохи неолита. Дальше. То есть есть материалы, потому что... Да, и вот на ладошке, собственно говоря, то, что находится в этом шурфе, это керамика эпохи неолита с проколками такими орнаментальными и всякого рода осколки кремлевого материала, который служил основой для орудия. Дальше. Вот. И, собственно говоря, основные группы, которые были найдены на Скоростском поляре, это, в первую очередь, фрагменты, видим, волосовской керамики, это цифры 2,5. Цифра 1, это керамика немножко более раннего времени, видим, эпохи неолита. Цифра 6, это фрагменты мелких костей и, соответственно, всякого рода кремлевый материал, который, в первую очередь, представляет из себя осколки и очистки кремлевого. Это все вы найдены на Скоростском поляре. Вернее, не все, но это основные группы. Дальше. Ну, вот эта реконструкция, как это все выглядело с места столовой скаутской. Если мы сядем на край скаутской столовой, то можно на этом углу поляна представить небольшое, собственно говоря, жилище, на месте которого мы шуфы делаем. Дальше. Ну, и там вот всякие фантазии. Дальше. Дальше. Надо сказать, что скаутская поляна, она, вот, который пропещал вплоть до позднего 15-го, 20-го веков, вот такое грузило был найден от волоковой сети. Это означает, что на месте Скоростской поляны был, скорее всего, рыбацкий или охотничий кордон, который существовал в 19-м, начале 20-го веков. Дальше. И... Ну, то есть, секундочку, то есть, как люди там рыбачили с эпохи неолита, раннего, можно сказать, неолита, так до сегодняшнего дня и рыбачили. Ну, на самом деле, да. Надо сказать, что устоявшаяся модель жизни человеческого сообщества на берегах реки говорит о том, что они там рыбачили. На самом деле, для эпохи неолита и неолита у нас нет никаких доказательств о том, что они там рыбачили, кроме того, что они охотились на лосей, лошадей и, видимо, других людей. Но надо сказать, что для Средневековья, для Средневековья действительно мы тоже нашли рыбацкое поселение. Оно находится, как объяснить? Оно в югу находится от вашей Сгаловской полянки. То есть, если, собственно, не заворачивать направо перед озером, а заворачивать налево, то там будет русское рыбацкое поселение 14-го, может быть, начала 15-го века. Вот домик рыбацкий тоже нарисован, собственно говоря. Вот там действительно занимались рыболовством. Дальше. Потому что на этом поселении с Средневековым было найдено множество рыболовных брюков от рыбацких снастей и традиционные свинцовые грузики. Дальше. Ну, и надо сказать, что действительно всякого рода способа ловли рыбы у нас читаются действительно с эпохи неолита, потому что они, в принципе, очень традиционные. Они, в первую очередь, используют подсобный материал, который дает лес, ну, это, в первую очередь, лоза. Для них не столь обязательно металл, хотя, в основном, в Средневековье эти железные грузики широко используют. И, в принципе, в эпоху неолита можно представить, как они ловили рыбу. Ну, в первую очередь, в эпоху неолита, конечно, делали так называемые вот эти заколы, да, перегораживали реку такими плотинками из прутьев, куда, собственно, рыба заходила и застревала и так далее и тому подобное. И всякого рода ловушки, которые сделаны из подсобных материалов. В том числе, конечно, использовали на крупную рыбу и карпуны. Один из таких карпунов, он тоже был найден не на Козлянском, но на похожем озере и сдан тоже в Краснодарском Баговском музее. Кстати, вот, жалко я это изображение мне поместил. Ну, давайте, на этом мы закончим твой рассказ. Если есть какие-то вопросы, то с удовольствием на них отвечу. Поэтому, если снять и задавать, да, и верните топор, что там будет еще. Вопросы задавайте и сняйтесь. Да, задавайте. Нет вопросов? Так. Тогда, если вопросов нет, тогда я отклоняюсь. Подходите, смотрите еще раз. Да, смотрите, если интересно. Спрашивайте, может быть, интересует вас. Все, спасибо за внимание. Спасибо.